Добрый день! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Беков. Ну что, ситуация экономическая у нас непростая в России. Конечно, благодаря нашим любимым западным партнерам обложили Россию и нашу матушку всевозможными санкциями. И одна из главнейших санкций – это пресечение просто тотальное, внедрение в нашу страну, ввоз в нашу страну всевозможных новых технологий. Вот Япония как раз сегодня заявила о том, что они прекращают, запрещают вообще ввоз в Россию всевозможных высоких технологий. Что нам делать? Понятно, что делать. Развивать свои высокие технологии, свои инновации. Об этом мы сегодня поговорим, что такое вообще инновация. И что делается в частности в Тверской области, чтобы помочь тем предпринимателям, которые хотят что-то внедрить. Как в советское время таких новаторами назвали сейчас, можно сказать, инноваторы. Как им помогают, куда им можно обратиться, если у них вот есть идея, а где везет на нее деньги, как все это оформить, как получить грант, они не знают. Об этом мы сегодня поговорим с гостем студии. Это Михаил Окарков, руководитель сообщества инновационных предпринимателей Тверской области, а еще руководитель департамента инновационного развития группы компании КСК. Михаил, добрый день. Добрый. Михаил, еще раз у телезрителей, что такое вообще инновация, с чем ее едят? Ну, в соответствии с классическим определением инновации, это совокупность трех факторов. Первый фактор – это результат научно-технической или практической деятельности, обладающей новизной. То есть это некая новая придумка. Второй фактор – это наличие, либо возможность патентной защиты и защиты приоритета на эту разработку. Чтобы это был патент. Либо есть патент, либо это патентопригодная разработка. И третий, самый важный фактор, который отличает практическую инновацию от чисто научной – это возможность коммерциализации. То есть возможность зарабатывания денег при помощи данной инновации. Из чего, как определяется возможность коммерциализации? Она определяется либо возможностью создания некоего нового продукта, которого нет на рынке, либо выпускать какой-то аналог существующего уже продукта, но с определенными конкурентными преимуществами. То есть мы можем сделать то же самое, но дешевле. Мы можем сделать за те же деньги, но лучше. Мы можем сделать что-то с новыми потребительскими свойствами. Мы можем запустить некий новый сервис в интернете и зарабатывать на этом деньги. И таким образом инновация – это не только теория, не только разработка и ее патентная защита. Это деньги потенциальные. Именно поэтому государство, собственно говоря, и поддерживает инновации. Потому что это не самоцель, это средство для зарабатывания денег, для экономики, для наших предприятий. И вы абсолютно правы. Роман в том, что сейчас действительно наши российские инновации очень нужны. Потому что я на примере своей группы компаний, в которой я имею участие работать, вижу ситуацию, что интерес к инновационным разработкам в реальном секторе экономики резко возрос. Если раньше можно было купить что-то готовое, готовую производственную линию, готовую детальку за рубежом, и она приедет к тебе через несколько дней за смешные копейки, изобретать велосипед не было никакого смысла. Импортозамещающие технологии появлялись, но вынуждены были с момента своего рождения, даже до рождения конкурировать с существующими решениями. А самое главное, в глазах потребителя возникал вопрос, зачем мне покупать что-то новое и непонятное, будет оно работать или нет. Когда вот есть краска, которой можно покрасить вагон, мы что-то... Да, она иностранная, но мы знаем, что 20 лет вагон точно будет ходить. Как я буду сейчас выяснять, будет 20 лет ходить вагон с тверской краской. Ну, бог весть. И поэтому, собственно говоря, инновация оставалась в теории, завод не строился. Сейчас ситуация ровно обратная. Все крупные предприятия ищут эти самые инновационные решения. Но это еще и очень хороший момент для запуска собственного инновационного бизнеса, небольшого, на первом этапе, который потенциально будет приносить большие деньги инициатору проекта. И то, и другое для государства хорошо. Поэтому сформирована и действует уже много лет система поддержки инновационной деятельности. Да, к ней есть вопросы. Да, есть объективные проблемы. Есть проблемы субъективными. Вот давайте немножко поговорим про объективные и субъективные проблемы. Объективная проблема для Тверской области заключается в том, что если смотреть, допустим, на резидентов Сколково, всего их в России 3205. Много. Много, если это действительно серьезные инновационные компании. Сколько резидентов Сколково в Тверской области? Конечно, это показатель того, что это мало. Сейчас отвечу на этот вопрос. По линии фонда содействия инновациям предоставляются десятки миллиардов гранты в суммах в десятки миллиардов рублей в год. Мы получаем, тверские инноваторы получают в районе 0,3%. То есть это 0,3%. Катастрофа. Почему так возникает? Потому что люди часто не знают о том, что такие меры поддержки существуют. Они пилят свой инновационный проект в гараже на свои деньги. На пильник. На пильник. На пильник вместо того, чтобы пользоваться лазерной резкой металлом. И не получают гранты, и не запускают проекты. Вторая причина – это сложность, я бы даже сказал, просто непривычность процесса заполнения заявок и их прохождения. Дело в том, что и фонд содействия инновациям, и фонд Сколковой проводят экспертизы заявок дистанционно. Они получают заявку дистанционно. Мы никуда не ходим ножками. Мы никому на пальцах ничего не показываем. Мы отправляем кнопку «Отправить заявку». И не вступаем потом в коммуникацию с экспертом. Поэтому эксперт не имеет возможности задать уточняющий вопрос. Что написано, то и оценил. Написал неправильно, прости, дорогой, не добрал баллы, поэтому гранты не получишь. Из этого возникает третья проблема. Человек подал заявку – раз, отказ. Человек подал заявку – два, отказ. И он своим коллегам, абсолютно искренне веря в свою правоту, говорит, ребят, не тратьте время. Бюрократия. Бюрократия и отказ, и главное, враги народа. И деньги инноваторам не раздают, а сами съедают. Эмоции понятны. Но с другой стороны, естественно, должен быть четко выстроен процесс экспертизы. И нужно просто людям рассказать о том, что есть такие меры поддержки. Михаил, так что нужно сделать, куда обратиться тверским предпринимателям, у которых есть идеи инновационного какого-то развития, какого-то бизнеса, стартапа? Что и куда надо обратиться? Во-первых, необходимо изучить действующие программы поддержки на сайтах фонда содействия инновациям и фонда Сколково. Во-вторых, нужно на этих сайтах создать свой личный кабинет и попробовать написать заявку. Взглянуть на этот свой проект с другой точки зрения, с точки зрения экспертов. А потом можно обратиться к региональным представителям фонда Сколково и фонда содействия инновациям. Единственное место их совместного обитания – это наш телеграм-канал под названием «Тверской резидент». Его можно найти в телеграм под именем «Резидент 69». Там формируется сообщество заинтересованных людей. То есть, там можно получить информационную поддержку, самое главное. Там можно получить информационную поддержку и помощь экспертов по подготовке заявок. И, естественно, это совершенно бесплатная история. Это не какой-то платный сервис. Это просто ряд людей, которые заинтересованы в том, чтобы в Тверской области инновационный бизнес развивался. Примеры позитивного? Уже есть такое обращение, когда помогли, и уже какой-то пошел бизнес развиваться, и стартапы получили возможность притворять в жизни свои идеи? Проект реализуется недавно, но примеры уже есть. Во-первых, 28 апреля мы с коллегами из центра «Мой бизнес» устроили питч-сессию, где было презентовано 10 проектов. И по 4 или 5 проектам было прямое указание коллег из фонда содействия инновациям подаваться вот на такой грант. Вы получите. Было четко сказано, что это хорошая, интересная разработка. Ну и опять-таки, вот в момент приезда наших коллег из фонда содействия инновациям показали уже давно действующие предприятия по производству земснарядов амфибий. Такое есть в Твери. Великолепные, очень востребованные машины. И предприятие просто не справляется с количеством заказов. Они заказы принимают на 2023 год, потому что не успевают сделать столько, сколько нужно, а для того, чтобы производственную линию расширить, нужны деньги. Соответственно, показали это предприятие, привезли заместители генерального директора фонда содействия инновациям. Он сказал, пишите заявку на проект коммерциализации. Там размер грантов 30 миллионов рублей. Заявка была написана и уже в настоящий момент подана в фонд содействия. Но с учетом того, что мы работаем месяц-полтора, большего добиться нам физически было невозможно. Ну что ж, я желаю, чтобы вы добились намного больше. А благодаря вам, самое главное, намного больше добились наши предприниматели. Те, у которых есть какие-то идеи нашей Кулибина, нашей Левши и так далее, которые хотят что-то сделать на благо Родины. Но пока не получается, дорогие предприниматели, интернет вам в помощь. Найдете обязательно все эти организации, которые вам помогут. Увидите, как вы слышали, есть уже позитивный пример. Спасибо большое, Михаил. Спасибо, Роман. Спасибо большое. Это была программа «Тема дня. Комментарии». До новых встреч.